как свободный воздух америки через легкие проходят проходят откуда так нью-йорк нью-йорк понял ответ куда переехала как-то нью-йорке бомжи есть но их могут у меня вот за окном нету бомжей они где в основном в центре крыс говорят еще много в нью-йорке крыс метро там не очень красиво а мусор нет мусора нет мусора в нью-йорке странно ладно еще что там есть сколько тебе лет мне 23 тебе 20 23 мне тоже 20 чем занимаешься в нью-йорке работы я вот университете капитализм деньги там прибыль на этом зарабатывать и америка на этом зарабатывать россии на этом зарабатывает турции в каком-то плане а как это зарабатывается мне интересно я знаю что это очень америка отправляет очень много оружия гуманитарную помощь за счет налогов контракт вот смотри вот твоя страна не воюет да просто заводы оружие просто так стоят например не используются а надо кому-то давать потому что они уже ржавеют поэтому продают продают причем контракты на новые лоббисты есть в американские которые подписывают контракты чтобы там заводы это все производят производит это все отправляется в украину это все отправляется на тайвань это отправляется в израиль и таким образом зарабатывают если ты скажешь как в обмен деньгами они берут я думаю что нет все-таки берут с ресурсами украине точно берут ресурсы я вот не знаю точно но уверен что ресурсы тоже берут у украины взамен оружием какие-то ну не знаю ты из украины вот скажи какие у вас ресурсы есть зерно зерно может быть зерно еще то есть да вот вот это все берется это все отправляется на запад либо же в америку плюс еще ваша страна в долгах будет уже сколько там лет надо будет отдавать все не будет ничего давай не будет кто начал ну я я вот уверен что не будет потому что у россии есть гарантия что она ничего не будет делать это ядерное оружие никто не сунется со странами то россия же не не вторгаться в америку америка защищает украину то есть помогает украине она заинтересована в победе украины ну я знаю то есть америка скажет слушай сюда блять путин хуйло отдавай деньги а если скажет россия нет что будет ну тогда вы всю жизнь будете в санкции ну и что санкции никак не вредят экономике ты знал что экономика за последний год выросла 7 процентов неправда правда было намного хуже когда война только началась доллар там вырос до 150 вроде снижалась какие-то санкции кстати сахар был дефицит нельзя было достать сахар магазине сейчас все прекрасно как все можно найти даже кока-колу можно найти представляешь айфоны продается все такое санкции конечно такой все-таки люди находят способы обойтись прекрасно зато санкции не работают ну ваши люди всю жизнь и не будут нигде путешествовать то есть они будут жить только в россии почему нигде они уже путешествуют где турция дубай малайзия китай австралия может быть какая-нибудь я не знаю южная корея почему почему пока разница какая разница то есть то есть америка канада лучше китая чем чем они лучше не был в америке вот ты в америке находишься в чем америка лучше китая был в китае на путешествую в чем лучше ты же говоришь америка лучше сто процентов в чем она лучше китая например деньги не согласен скоро обгонят ты знаешь что пол африки под влиянием китая находится по вся почти латинская америка под влиянием китай находится знаешь правда она уже полностью сейчас торгуется в латинской америка все это китайские товары но не так как вы под америка как украина под америкой что значит украина под америка ну вам когда что-то скажет вы все это будете выполнять потому что вы должны то долг вас есть перед соединенным штатом потому что у нас вас сейчас помогает вам оружие доставляет так как вы уже должны вы должны потому что они были союзниками да а ты знаешь что на буду выплатил это все она выплатила она выплатила она выплатила или нет она выплатила или нет да она выплатил ты говоришь не выплатил ну наверно там намного больше 20 выплатила также будет украину выплачивать 1 процент а если побольше а зачем если вы выпустите 1 процент зачем америке отправлять столько оружия если вы будете все равно карантом зачем она же просто так ничего не делает она просто так ничего не делает ты знаешь она она еще вторгалась враг там она очень много стран поддерживал это все делается ради прибыли ради бизнеса а если она авто еще в украину очень много денег да впихну впихивать до сих пор это значит что она заинтересована в чем-то может быть в будущем вы не будьте таким уже богатыми страной потому что мне богатые страна сейчас а потом будете если россия нам поможет все отстроить что зруйнувало туда она же отстраивает мариуполь донецку она же отстраивает не отстраивает ну она отстраивает или нет а вы отстраиваете украина отстраивает потому что разрушилась очень много зданий надо отстроить прекрасно бабах мы тоже будут когда все это закончится будут я не говорил не будет я говорю что россия будет отстраивать уже это территория а зачем она сейчас отстраивать я не пойму почему украины не застраивать свои разрушенные дома почему россия тоже не будут боевые действия потом россия будет отстраивать она ничего никуда не уйдет ну скоро уже не будет они уже потихоньку обдумывают потому что же война слишком долго идет а денег слишком много потрачено поэтому скоро в скором времени как даже трамп станет президентом скорее всего я думаю что он прекратить финансирование украины и украины придется сесть за стол переговоров я у него высокий рейтинг и что его кто арестовал кто его посадил в тюрьму почему а суд я два месяца назад его там у него суд был до сих пор идет суд поэтому у него суд идет поэтому он идет интервью дает и что и что почему почему судим и что в америке судимых и все равно становится президентом я не знаю ты же в америке живешь ты скажи ты знаешь кто был до трампа президент до обама кто был ты же в америке живешь должен должна в америке живешь английский знаешь я не знаю давай на английском скажи на английском я не знаю окей ну как бы вы знаете как украина в США ты знаешь наверное пять окей ты можешь назвать их я не знаю я действительно знаю я знаю я знаю трамп барак obama и 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 еще не понял сейчас какой президент в Afaks в америке я забыла я забыла реально старенький такой я знаю кто х падает еще давай я подсказку там это был франклин просто спрашиваю ты живешь в америке знаешь президента пять лет руки прошу какой сейчас президент сша кто как и зовут как забыл ты же не знаешь пять лет живешь и не знаешь америка кто президент я просто забула его прозвища на б начинается байден блять ебать я хуяю ты знаешь сколько официальных языков в америке я знаю точно что блять что есть испанская мова потому что я учусь с испанцами в колоди и там вот например сколько вот испанский национальный да так так еще какой национальный есть американский наш и все американский так американский языки да но это не называется американский язык это английский а почему мы так хочем а в чем отличие британского от английского там не такая большая разница на самом деле в чем раз давайте давай одну разницу в чем отличие в чем отличие американского английского от британского и то что мы учили английскую типу вот например а есть а национальность какая в америке так она тоже сдулась как и все а а а а